Сегодня мы поговорим с вами о внимании. Внимание это психологическое явление, которое стоит особняком в ряду тех явлений, которые изучает психология. И вот почему попытки вычленить внимание как отдельной от психологических процессов не привели к успеху. Внимание присутствует в каждом процессе, который изучает психология, во всей нашей психологической деятельности. Но непосредственно связанное с ним, оно не может быть выделено как отдельная субстанция. Поэтому до сих пор существуют споры относительно того, есть ли такое явление как внимание или его вообще не существует. Тем не менее, как в нашей жизни, мы часто используем это понятие, поэтому мы будем все-таки вставать на сторону тех, которые выделяют его среди всех психологических явлений. Итак, что же мы будем считать за внимание? Внимание это процесс сознательного и бессознательного отбора информации, который поступает нам через органы чувств. Известный американский психолог Тичнер писал, что наша жизнь характеризуется тем, что на нас обрушивается огромный поток различных впечатлений, переживаний и событий. Человек выбирает из этого потока только то, что непосредственно его нужно или только то, что непосредственно касается его. Именно это и характеризует такое явление как внимание. Вот, например, сегодня вы слушаете мою лекцию, но между тем вы сидите на стуле или на диване, ваши ноги сжимают тапочки или ботинки, но уделяя внимание мне, вы не обращаете внимание на те дополнительные обстоятельства, которые окружают вас. Таким образом, внимание это процесс, который человек сознательно может контролировать и вычленять из всего многообразия факторов окружения, именно то, что ему нужно. Какие же существуют свойства внимания? Прежде всего, это его устойчивость. Устойчивость это способность человеку уделить внимание какому-то конкретному стимулу, какое-то конкретное занятие и способность удерживать его на протяжении какого-то времени. Вы, наверное, слышали о синдроме дефицита внимания. Как правило, он характеризуется тем, что маленькие детки не способны удерживать внимание на каком-то определенном объекте. Они постоянно увлекаются чем-то другим, часто отвлекаются и таким образом теряют способность долго заниматься каким-то делом. Естественно, это приводит к большим потерям в учебной деятельности и в профессиональной деятельности тоже. Следующей характеристикой является сосредоточенность или концентрация внимания. Противоположность этому рассеянность. Помните, был стишок про рассеянность с улицы бассейна, который уехал в поезде неизвестном направлении? Так вот, умение концентрировать свое внимание настолько, что оно поглощает все другие процессы, является высшей степенью концентрации. Например, вы можете смотреть интересный фильм или читать интересную книгу, при этом не замечать, что происходит у вас в комнате, что включен телевизор или люди разговаривают. Это характеризует вашу сосредоточенность и концентрация. Немного позже мы будем говорить о том, каким образом развивать себе умение концентрироваться. Другой характеристикой внимания является переключаемость. Переключаемость нам необходима, когда мы занимаемся несколькими делами, для того, чтобы переключить внимание с одного объекта на другой. Есть люди, которые испытывают сложное сочетание двух дел сразу, то есть они занимаются одним делом, и если необходимо отвлечься, они испытывают явный дискомфорт. В этом случае говорят, что у человека плохая переключаемость внимания. Связанная с этими характеристика — это распределение внимания. Распределение внимания говорит о том, сколько дел, условно говоря, вы можете делать сразу. Конечно, описание это условно, сразу невозможно делать больше одного дела, но можно делать это благодаря переключаемости. Вы уделяете одну часть внимания на одно дело, потом переключаете внимание, занимаетесь чем-то другим. В то же самое время вы сохраняете себя в состоянии активной и помните то, что произошло в вашем первом деле. Как правило, женщины отличаются большей распределенностью внимания, чем мужчины, потому что им необходимо делать много дел по дому. То есть они могут сразу варить суп, заниматься с уроками со своими детьми и при этом параллельно вести разговор с подругой. Еще одной характеристикой внимания является его объем. Как правило, его приравнивают к объему кратковременной памяти и говорят о том, что стандартный объем внимания — это 5 или 7 единиц. Что такое единицы? Единицы — это какие-то кусочки информации, которые мы запоминаем. Это могут быть номера телефонов или имена или какие-то слова. Часто проверяют объем внимания через простую игру, раскладывают на столе несколько разнообразных предметов, потом человека просят их запомнить и убирают их. Сколько предметов он сможет назвать, как правило, характеризует именно и объем внимания. Стандартной величиной, как я уже сказала, является 5-7 единиц. Также явление внимания характеризует по другому признаку деления. Это по тому, на что это внимание направлено. В этом отношении внимание может быть внешним или внутренним. Внешнее внимание — это внимание направлено на какой-то объект. Например, вы играете в игру, скажем, баскетбол. И игрок на протяжении всей игры уделяет активное внимание мячу. Он ждет передачи, когда этот мяч прилетает к нему, он готов отправить его в ворота или сделать другой пас. Это внимание внешнее, когда внимание уделяется какому-то объекту или велению вне человека. Внутреннее внимание направлено на то, чтобы отслеживать процессы, происходящие у вас в разуме, отдавать отчет в том, что происходит с вами. Именно внутреннее внимание нужно при совершении различных заданий в вашей образовательной деятельности. Вас требуют продумать, каким образом будет построена ваша курсовая работа. Или вам требуется проследить, как на протяжении истории менялся то или иное учение. Это требует большой сосредоточенности и внутреннего интеллектуального внимания. Когда мы говорим о умении концентрироваться, то мы прежде всего имеем в виду именно концентрацию на внутренних задачах, на использовании интеллектуального внимания и на умении удерживать свою активную позицию и свою работоспособность именно в этом состоянии. В общих словах, внимание определяет качество и результаты функционирования всей познавательной деятельности человека. О внимательном человеке говорят как о приятном собеседнике и о том человеке, который может достичь очень большой эффективности в своей работе. Успешной учебы!